Сегодня наша четвертая встреча по Пуриму и как раз мы закончим разбирать статью Равушерки по этому празднику и ровно через неделю будет праздник в тех городах, которые не обнесены каменной стеной сначала и потом, точнее в начале, которые не обнесены, а потом Иерусалим и другие города. Итак, в статье Равушерки, как я понял, там есть две основные идеи. Первая идея – это опьянение, почему есть такая странная традиция в этот праздник выпить больше, чем положено. И вторая идея – это Израиль и народы мира. Первые два урока мы пытались понять, что такое незнание, как путем усложнения тела достигают незнания, которые достигаются опьянением. А в прошлый раз мы начали обсуждать тему «Шхена в изгнании», которая описывается, собственно, в этой книге. Значит, идея такая, описывает Равушерки, что вот эта книга «Истер», она, по сути, является разворачиванием высказывания пророка Ермиягу. «Поставлю престол свой в Иламе», сказал Господь. Илам – это, соответственно, Вавилон, он же, который потом был захвачен Персией. И смысл в том, что царица Истер – это, собственно, символический Малхут, Малхут – Израиль. Все царство Израиля переезжает к народам мира, то есть в эту империю, которая сначала была Вавилонской, потом Персидской, потом Греческой и Римской. То есть вот эти все четыре царства, которые описываются в книге Даниэля, они, по сути, охватывают всю историю человечества после разрушения первого храма. Итак, разрушили вавилоняне первый храм, и они, что называется, вошли в святое святых, куда язычники входить были не должны. И таким образом они забрали шхину к себе, то есть Малхут – такое женское проявление духовного. И с тех пор, значит, получается, престол Всевышнего установлен в городе Вавилоне. И дальше потом идет переход вот этой Малхут, вот этой шхины от народа к народу. И там все четко получается, что царство, вот эта власть, она переходит тем, что новый император, нового царства, он забирает, берет в жены наследницу по женской линии женского рода предыдущего царства. И таким образом царство переходило вот четко от Вавилона к Персии, потом от Персии к Греции, от Греции к Риму. И в итоге, в конце концов, последнее вот это римское изгнание, оно длилось дольше всех, две тысячи лет. И в конце концов появилась снова женщина, Голда Мэйр, которая родилась в России, выросла в Америке. И собрав все искры вот этого Рима, она вернулась в Израиль, когда уже вернулась в царство, то есть государственность к Израилю. И там она была премьер-министром. И таким образом формально, значит, изгнание кончилось, да, остается нам разобраться, что с Ашхиной, где она сейчас находится. И нам осталось разобрать, во-первых, последний кусочек, да, то, что мы проходили, это было Ермиягу, это был Эстер, как описываются эти события в этих книгах. Но есть, конечно же, как у любых тем, есть более ранний корень, и более ранний корень, мы его читаем, конечно же, в Хумаше, в истории с несгораемым кустом. Поэтому я читаю корень в Хумаше всего того, что я сейчас рассказал. Например, видение горящего куста. Муше Робейн упас в скот и тро и увидел издалека куст, который горел огнем и при этом не сгорал. И сказал Муше, пойду-ка я посмотрю на это великое явление, почему куст горит и не сгорает. И вопрос, да, что хотел понять Муше вблизи, что он не мог понять издалека, почему он приблизился. И отвечает на цифр из Воложина, что когда Муше увидел куст, он сразу понял, что куст – это народ Израиля. И также понял, что пылающий огонь, которым пылает этот куст – это страдания, которые народы мира причиняют Израилю в изгнании. Но, однако, осталось что-то, что затрудняло его, почему не сгорает куст и что питает огонь. То есть, куст не сгорает, то есть, народ Израиля, несмотря на то, что он терпит страдания в Галуте, в изгнании от народов мира, которые причиняют ему эти страдания. Но вопрос, если он не сгорает, да, огню нужно какое-то горючее. Что питает огонь, и поэтому он приблизился, чтобы вот этого дела выяснить. То, что он не мог понять издалека. И увидел ангела Господня, явившегося ему ангел Господень из среды огня. И тогда он понял, что дает силу народам причинять страдания евреям. В изгнании это шхена, которая обитает у них. То есть, получается, видимо, что вот этот ангел, он символизировал шхену. Что то, что дает им силу, по идее, они должны были, не дай бог, как бы съесть вот это все, всех евреев, да, получается. Но, тем не менее, евреи остаются, евреи живут, а у народов мира остается сила. И они как бы процветают, да, и непонятно. Получается, что у них есть шхена, и вот это дает им силу, соответственно, править там всем миром и причинять страдания Израилем. Можно я замечу маленькую вещь? Просто причтение мне пришло в голову. Потому что обычно мы спрашиваем себя, и так кажется, этот вопрос возникает. Почему куст не сгорает? Да, таким образом сохраняется еврейский народ, как бы это уподобление нам. И это загадочная вещь, да. А нациф в этом месте, он задает противоположный вопрос. То есть, две вещи загадочные. С одной стороны, куст не сгорает, а с другой стороны, кончается источник огня, который их мучает. То есть, казалось бы, должны тоже, и мы могли бы исчезнуть, и они могли бы уже примириться с нами как-то, и перестать доставлять нам страдания, да. То есть, это какие-то две вещи, которые тут параллельны. Мне просто, так сказать, подумалось бы сейчас. Да, и ответ такой, что вот получается, поскольку народ Израиля изгнан, то Всевышний, его шхина не может оставить народ Израиля. Она спускается в изгнание за ними, да. Во всяком месте, где есть 600 тысяч Израиля, там обитает шхина. Но, получается, она еще дает силу врагам все время доставлять нам страдания, поскольку в этом месте есть шхина, да. Ну, насколько я понимаю, да, как мы говорим в Беркат Мазон, да, что за землю великую, которую ты дал мне. То есть, получается, что питание мы получаем, все народы получают от земли Израиля в духовном смысле. И так должно быть. Что произошло, когда Израиль спустились в Гаул, Всевышний дает питание, дает свет народа мира, чтобы они кормили Израиль. И вот эта ситуация, она неправильная, да, она, ее как бы нужно исправить, и она в конце времен будет окончательно исправлена. Вот, но пока что, вот все вот это время Галута, как все было перевернуто. Был перевернутый мир, народы мира получали силу, вот, и они ее, как бы, Израиль продолжал существовать, но, тем не менее, это давало им силу угнетать там и причинять страдания народу Израиля. Возможно, поэтому просил Муше, чтобы не спускалась Шхена к народу мира, Баба Батра. Ну, когда он просил это, я уж не знаю. Надо было посмотреть, наверное, ну ладно, я уже не посмотрела. Но, да, получается, у этой Шхены, у нее двойное такое следствие. С одной стороны, она дает возможность Израилю существовать, поскольку народы мира получают для них, Израиль получает через народы мира какое-то средство к существованию, возможность существовать. А с другой стороны, это же сила, которую Бог дает народу мира, чтобы они поддерживали Израиль, дает им силу доставлять нам неприятности. То есть, как бы, это, когда тебе Бог дает силу, ты можешь их, и личный человек, можешь использовать на добро, использовать на зло. Да, и народы мира используют их, так сказать, как на то, так и на другое. И, может быть, поэтому действительно Муше просил, не надо вообще ни того, ни другого. Ну, мы закончили очередной раздел, может быть, есть какие-то еще у кого вопросы или добавления? Я, может быть, добавлю еще к тому, с чего началась эта статья. Раф Ширке парадоксальным образом нам в начале статьи говорил, переворачивая наше представление о Пуриме, как о время веселья. То есть, это, конечно, время веселья, но он нас убедил довольно аргументированно, что веселиться, собственно, особенно нечем. Да, что и сама Эстер осталась отдана этому не совсем позитивному царю, и народ из зали остался в изгнании. То есть, хорошо, что не умерли, а хорошо, что не всех уничтожили. И, как бы, парадоксальным образом нам говорит, нет, так сказать, это не грустное событие, а вы должны этому веселиться. Сейчас мы тоже были в двусмысленном таком положении. С одной стороны, это хорошо, что нас народы мира поддерживают, что мы смогли выжить в изгнании. А с другой стороны, они нас угнетали, и вообще это положение позорное для Израиля находиться в изгнании. И, тем не менее, вот в Пурим есть некоторые аспекты такие, которые обязывают нас веселиться, несмотря на то, что это праздник такой сомнительный. Потом уже раб объясняет, да, всякие аспекты того, каким образом пьянство или вино дает возможность человеку постичь божественную... Что не самые божественные планы, а осознает, что есть высокие божественные планы, которым, в конце концов, нужно радоваться. Ну, вообще, как-то, не знаю, сама идея о том, что, особенно вспоминая события прошедшего века, да... Ну, трудно, но надо, да? Вообще, каким-то образом связывать это с упоминая слова «шхена»? Я не знаю, надо быть сильно выпившим, либо... Да, да, сильно выпившим. Потому что, как бы... Нет, ну, конечно... Какой шхене, Авдель, Альфе, Авдало думал, как бы Гитлер и Макс Шмов и Зихро, понимаешь, это вообще какой-то, как бы, абсурд, понимаешь? У него никакой шхены вообще в голове не было. Может быть, какое-то утешение для евреев, типа, Беркович, вера после катастрофы, понимаешь? Это я могу как-то понять. Ну, он не первый. Ну, римляне там, и в Вабилоне, и где только нас не уничтожали. Все, все, как бы... Никакой шхены там не было. Там были чисто практические вещи, понимаешь? Между молотом и наковальным. С одной стороны, свиньи-капиталисты, а с другой стороны, коммунисты. Ну, вот и все. А где тут шхена? Чем она управляла? Ну, опять же, это красиво. Мы не влезаем в сам механизм. Он влезает в механизм. Он говорит, где здесь шхена? Шхена. Это совершенно непростая вещь. Мы говорим об общих принципах, да? Что вот таким образом, когда евреи не заслужили, то, что полагается им, они получают как милостыню от других народов. Они там выживают каким-то образом. То есть не всех их не уничтожают при этом. И таким образом парадоксальным работает шхена. Там, где евреев нет, там и шхены нет тоже. Я понимаю, но само слово шхена – божественное присутствие. То есть что значит присутствие? Божественное присутствие, на самом деле, это оно во всем мире есть. С этим никто не спорит. Нет места свободного от него. Но есть некоторый, как бы сказать, род божественного присутствия, который связан с евреями именно, который называется шхена. Шхена, который неразвивно связан с наличием еврейского народа и с тем местом, в котором еврейский народ находится. Это не всегда работает как щит или защита. Но это проявление некого особого управления. Давай на этом остановимся. Мы не всегда… Это я понимаю. Не выпили. Я могу зайти тут к соседям, взять немножко выпить, и тогда, может, я лучше объясню. Ну, дело не в том, что, как бы, лучше объяснить. Я, как бы, на вшит, я могу спуститься до уровня, понимая, что, как бы, немцы и прочие, они уничтожали евреев, да, и их пособники там, немцев. При этом, как бы, у них были практические вещи, о которых говорит Борис, Боря Мавцир, но при этом я могу себе, как бы, понять, что они, на самом деле, то, что их заставляло убивать евреев, это необъяснимое чувство выделенности евреев. И вот эта выделенность, эта шхена, которая в евреях, то есть, грубо говоря, я могу понять… Это одно из проявлений, я думаю. Шхену, которая в евреях, но сказать, что в нацистах была шхена… Нет, ну, это нельзя так сказать, конечно. Я же говорю, как этот механизм работает, это непонятно. Но в качестве того, например, вот ты правильно сказал, одним из проявлений евреев это было то, что они ощущали вот эту выделенность. Это проявление шхены, да. Но кроме этого, еще какие-то другие механизмы, которыми это работает, да. Ты никогда не знаешь, как это… Как это работает? Мы от этого очень далеко. Каждый может особенно говорить о том, как это работало во время катастрофы. Это просто не… Ты обязательно упрешься в какое-то аморальное высказывание, потому что мы в этом не понимаем. Тогда человек говорит о себе, вот мне Бог послал такое испытание за тот и за тот и за тот. Это еще нормально, потому что он пытается наладить какой-то диалог, понять, как лично с ним Бог говорит. И тоже… Это очень непросто, да, когда случаются какие-то трагедии с людьми, да. Даже когда ты придешь к кому-то и скажешь, вот у тебя погиб сын, потому-то и потому-то… Даже просто процитировать талмуд ему и сказать, что когда приходит человек несчастье, он должен разобраться в собственных делах. Извини, это талмуд говорит тебе лично. А ты вот, когда придешь и скажешь своему соседу, это уже звучит аморально. Поэтому все эти вещи очень тонкие. И ответа, конечно, нет прямого, да. Ну, вот как у Валеры есть поднятая рука. Да, это я был… Андрей, вот у меня вопрос только возник. Святая святых имел право только заходить в Превосвященник раз в году, правильно? А почему это? А почему же туда язычники проникли, вот, и все это разграбили, все растащили, разрушили? Как так получилось? Вот об этом и речь. И об этом пишет там в Плач Еремея, да. Бау, Гаим, Нахалатеха, то есть пришли язычники, наследие твое разграбили и так далее. Вот это вот и вся трагедия, да, вся трагедия и все истории там… Ну, я еще хочу добавить, Валера, есть такой медраж, который говорит о том… В общем, ответ его такой, что ты пустой дом уже разрушен. Когда Бог отворачивается и присуждает евреевские знания, ничего уже не помогает. Тот, кто похвалялся тем, что он разрушил храм, вошел в святые святых, он на самом деле уже как бы разбит и кувшин разбит. Ну, всякие другие еще есть медражины и эту тему. То есть как бы это было уже предврешено, предсказано. И так должна была история развиваться. Это не просто так с еврейским народом случилось. Они получили… Это все понятно. А как такое вообще мог допустить это? Вот. Вопрос в чем? Ну, это вот из тех вопросов, с которых прямой ответ всегда будет неточный, неправильный, неполный или даже мораль. Так было постановлено, да. Есть такие вопросы… Там люди тоже… Ну, я не буду всю историю рассказывать, которые… Муше ему показывает историю Раби Акива, ему он задает несколько вопросов, да, по поводу награды наказания, по поводу того, через кого донатора. Какой замечательный человек, как Раби Акива есть, а ты даешь Тору через меня и так далее. Почему таким сложным путем? И на это все Богом отвечает. Молчи. Так мне увиделось, да, Сахала Лифанай. Поэтому, да, это что хочет сказать Медраж. Есть вопросы, на которые ты не можешь получить простой ответ. Это очевидно. То есть это не потому, что там… Не потому, что это парадоксально. Верю, потому что парадоксально. Это нет. Нет. Просто потому, что это очень сложно. Это… На уровень выше нашего понимания. Это… Есть вопросы, на которые мы не можем детям дать правильный ответ стопроцентный. Бывает такое. Представляете себе? Когда ребенок… Ну, не всякие дети. Некоторые дети все понимают. Бывают такие уникумы. А большинство детей, они не в состоянии понять многие вещи, которые с нами происходят, да, со взрослыми людьми. И мы пытаемся им дать ответ на их уровни. Но он недостаточно неполный, неправильный. Понятно. Ну, тема Холокоста у нас будет разбираться как раз в следующем разделе. Вот. А у меня сейчас вопрос ко всем. Кто как думает, с кем сейчас находится Шхена? С народами мира или с Израилем? Кто как видит, вот интересно, в наше время? Я думаю, с Израилем. Потому что, опять же, государство образовалось после двухтысячелетнего забвения. И все это сейчас опять развивается со своим чередом. Я так думаю. Это мое мнение. Так. Господа и дамы, пожалуйста. Это хороший вопрос. Но могут быть как бы два-три ответа. Правильно, возможно. У Израиля, у народов мира. Ну, либо не находится нигде. Выбирайте один из трех. Или там и там. Или там и там. Вот, пожалуйста. Если комбинаторы применить. Давайте к голосованию. Не, ну, если тебе пророчество то, что покинул как-то там Всевышний свою гору, или как-то это Сион. Если там пророчество какое-то. В пророках. Вопрос, она вернулась или нет? Вот очень важно. Но тут может и что-то как возникнет, Андрей? Когда приходит это мессия придет, тогда будет тогда уже конкретно. Видимо так, что ли? Нет. Так есть разные. Восстановление государственности. Построение. Есть. А вот Шхена, она как бы к чему привязана там? Ну, мы можем… Вопрос в том, как вот мы чувствуем. Уже пришла там. Или приходит. Или ждем. Вот в чем вопрос-то интересный. И знаменитое вот это видение Иезекииля. Помните? Там кости потом как бы собирается, да? Вот образование может государство, оно как бы еще плотское. Как бы такое как бы национальное. Но потом дух как бы приходит. Может быть Шхена потом придет или… Не знаю. Ну да. Кто больше знает это видение, как интерпретируется. Нет. Ну, как бы у меня вопрос не по текстам, да? Не по писаниям, а в каких… Понимание. В мире мы можем увидеть вот это. Да. Ну, так можно про науку сказать. Вот в науке может быть. Шхена в науке, в прогрессе, в технологиях. Вот это все. Это правильно, да. Кстати. Это правильно. Это правильно. Да. Да. Можно добавить. Мне кажется, вот это близко к тому, чему я хотел сказать. Мне кажется, что это вот понятие, и оно связано с Пуримом, да? Эстер, астерпаним. Понятие сокрытия лица, в котором мы живем. Вот у меня такое ощущение, что… Вообще, как бы, если можно так говорить, Всевышний переложил свое присутствие на людей. Как бы сказал им, занимайтесь сами. Делайте выбор сами. Делайте самостоятельно. Поэтому, вот, у меня такое ощущение, как бы, по опыту жизни в Израиле, да? Ну, и, может быть, потому что я вижу во всем мире. Те люди, которые меньше всего говорят о высоком и занимаются реальными делами, вот в них видно, видно, в том, что, как бы, Шхена, Всевышний Он с ними, они делают реальные дела. Зачастую люди, которые, как бы, напрямую, как фокусники говорят, дают тебе ответы, очень простые, 2-2-4, это так, и это так, и объясняют тебе, и все. Вот такое ощущение, такое ощущение, что они как раз не выполняют задачи. Такое впечатление, что Шхена в каком-то смысле, она находится в реальных действиях людей, вот то, что происходит сейчас и сегодня. У меня такое ощущение. Прекрасный ответ. Кроме того, мы даже видим это в самой книге Эстер, да, когда, ну, Мардыхай описал Эстер всю ситуацию, и при этом Эстер говорит, иди собери народ, чтобы они постились. То есть она проявляет инициативу, берет на себя ответственность, и это как раз спасает. То есть вот это вот порыв. Да, смотри, мы же видим совершенно как бы разные ситуации, даже на уровне как бы фактажа, да, взаимодействия всевышним, вот просто по фактажу, по тексту, да, с одной стороны, Моше как бы, ну, совершенно в эмиграции, там, я не знаю, Эрцель, скажи как угодно, вдруг какой-то куст горит. Ну, для Эрцеля это было дело дребца, предположим. Ну, я как бы так овшата делаю, да, сравниваю это как бы не по прямому смыслу, но, тем не менее, это был некоторый призыв, да. С другой стороны, есть голос Всевышнего, и тогда, как бы, изратьяне, которые внизу горы, они говорят, нет, 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 нам страшно, нам страшно, говори ты с ним, нам вообще, как бы, это не для нас, да. А с другой стороны, и Всевышний говорит, отдалитесь, вообще не поедете горя, я буду разговаривать. А с другой стороны, когда они стоят перед морем, да. А, вот еще пример, например, когда Всевышний, в том же самом, когда осне боя, куст горит, Всевышний говорит, крик, которым кричали, дошел до меня. И там, как бы, прямой смысл такой, Рашик говорит, да давили настолько, настолько закричали, настолько молились, что я их услышал, то есть кричали, молились. А с другой стороны, когда стоят перед морем, опять же, тот же Всевышний говорит, а что ты кричишь? Простирай руку, идите в море, а что кричать-то, дело надо делать, понимаешь, поэтому тоже нельзя сказать, что это все время одно и то же. Вот мне кажется, что наша ситуация сейчас, а сейчас это, вот, ну, я не знаю, с конца 19-го столетия, предположим, да, вот, это ситуация, стояние перед морем. Нефиг кричать, дело надо делать. Понятно, что молиться, все, все это правильно, но тем не менее, главное, дело надо делать. Раф Ширке, кстати, Бессограем, я помню, было обсуждение, что он дико раздражил, как бы, определенные круги, говоря так, когда он сказал такую довольно сумасшедшую фразу, в кавычках. Он сказал, а кто вообще сказал, что самое главное учить Тору? Ну, как бы, вообще, юзный лейк, как бы, вообще, может стоять такой вопрос, да? Ну, понимаешь, самое главное учить Тору? Говорит, а кто сказал, что самое главное учить Тору? Кто это сказал? Самое главное, дело надо делать. Вот, да, вот такой ответ, по-видимому. То есть, ответ на это Шхина с тем, кто действует во имя Ашин, да? Мне кажется, сейчас сто процентов, сто процентов. И вот ощущение внутреннее такое, что, понимаешь, все время квесты, все время человек стоит перед тем, что реально непонятно, что делать. То есть, взрывать, не дай бог, эляксу, которая стоит, таскать кирпичи и строить вот точно по копии, как был храм, загонять стадо животных, приносить жертвы. И все само собой, понимаешь? Либо, с другой стороны, например, развивать армию для того, чтобы она боролась с Ираном. Ну, я противоположные вещи говорю, да? А что вот как бы правильно действительно делается? Это мы встречаем на каждом шагу. Смотри, когда была война в Персидском заливе, да? Ну, вот, с одной стороны, были противогазы. И было, специально обращались в Верховный суд справедливости, да? О том, что харидим просили, чтобы были, ну, скажем так, религиозные просили, чтобы были специальные противогазы, чтобы борода влезала. А с другой стороны, те же люди говорили, а зачем нужны ракеты? Был такой стикер приклеивать перелим-наггет-телим. То есть, псалмы против этого. Ну, если считаешь, что псалмы против этого, это очень-то противогаз, куда борода будет влезать. Понимаешь? Как бы вот это все время идет одно с другим. А что правильно? Не надо. Перелим нужно? Я не понимаю, Наталья, зачем ты противопоставляешь это? Я разношу, я разношу, я разношу. И это самое. Яков там и готовился и к тому, и к другому. И молиться совершенно необходимо. А как же без этого? И действия совершенно необходимы. Это совершенно непротиворечащие вещи. С другой стороны, действительно, в Пурием у нас из книги «Эстер пропадает имя Всевышнего». Как бы сокрытие выходит на какой-то еще больший уровень пропадать пророчества в те времена. И мне кажется, у людей, тем не менее, многих, во всяком случае, остается вот это очень сильное ощущение нехватки этой связи. Мы прекрасно уже поняли, что все возложено на нас, что Бог теперь полностью закрылся, и Он управляет, если чем-то управляет, управляет незаметно от нас через историю, через как бы случайность. Мы должны осознать свою ответственность, но при этом остается тоска вот это перед откровением, по откровению, по голосу Всевышнего, по близости к Нему. Это никуда надевается, и мне кажется, еще одним из аспектов этого законов Пуриема, то, что мы выпиваем это, чтобы как бы эта преграда оказалась устраненной. Как будто все уже стало, объединились эти две линии, наши действия и действия Бога, но это только один день в году. Ну, давай продолжим, Андрей. Я бы про Шхену еще сказал, что Рабин Ахман называет это хенвахашевуд, приятность и важность, у кого находятся приятность и важность. Во времена Рабина Ахмана, он писал, она находится у народов, что народы, они диктуют, что важно сейчас. И все это время все ориентировались на Запад, на вот этот Рим. То есть, они говорили, вот у нас такие ценности главные, да, и все по ним живут. И они привлекательны. То есть, вот это то, что называется хен. И оно привлекало весь мир, в том числе Дальний Восток и так далее. Что происходит сейчас, да, у нас восстановлено царство Израиля, да. И мы видим, что есть уже народы, которые реально привлекаются вот этой важностью, приятностью, Шхеной. Это как раз вот Бнейноах, да, когда мы на последнем семинаре в Израиле, я спросил Равина, который занимается в Индии, Бнейноах, да, как удается привлекать индийцев, да, что их привлекает. И он сказал, что это вот люди современные, которые разочаровались там в своей мифологии индийской. И там их, например, интересуют компьютеры, вот, и они видят, кто на рынке программного обеспечения лидирует. Это Израиль, да, и поэтому у них возникает вопрос, как им удалось, они спрашивают, что такое, что такое Израиль, кто такие евреи, какая у них религия и так далее. То есть, вот как раз Шхена, то, что привлекает. Да, да, сто процентов, сто процентов. Поэтому, поэтому я полностью согласен, как бы, с тем, что сказал Гелеон, по-моему, заучная, вылетела из головы. Гелеон. Как-как? Гелеон. Да, Гелеон. Сто процентов, сто процентов. Мне кажется, что, вот, как бы, облик Израиля, Израиля, я не хочу сказать мощного, сильного, но сильного во всех смыслах, в человеческом смысле, в гуманном смысле, в придивочном смысле, да, это все божественное присутствие. Это совершенно не меньше, не меньше, чем разговоры о стоительстве храма. Совершенно не меньше, абсолютно. Это убеждает людей сто процентов. Потому что это по прямому смыслу. По прямому смыслу. Это то, чем кончается Магилат Эстер. То, что все народы, они видели, да. Это вот сто процентов, и те люди, которые этим занимаются, неважно, есть у него типа на голове, нет у него типа на голове. Кстати, мы с Уграми, говорю тоже, меня это дико удивляет. Даже хотел как-то написать. Ты смотришь тот же самый Раф Шерки, это все-таки удивительно, да. Вот у него была, наверное, панель, да. Здесь сидели люди. Это было до последнего карантина. И он отвечал как бы на вопросы там современности в Израиле. Ну, практически то же самое, что мы обсуждаем. Ведущий из там, по-моему, пяти-шести человек, которые сидели. Из них двое или трое, они были вообще без кипы. Просто один был профессор. Ведущий был парень вообще без кипы. Вообще без кипы. Ну, то есть, как бы это означает, что это где-то очень важно, да. Но, с другой стороны, это где-то совершенно не важно абсолютно. И если это не важно для Рафа Шерки, то он может с этими людьми разговаривать точно так же, точно так же. Это означает, что у этих людей, у них огромный вклад в продвижение Израиля, божественного присутствия, как угодно. Все. Это то, что я так и сказал. Шхена, она находится с Израилем. Она привязана к народу, к государству, а не вот именно к религиозности и так далее. То есть, политические победы Израиля, там новые открытия в науке. То, что привлекает народы, то, что фокусирует на них взгляд, вот это и шхена. Да, и потом, понимаешь, мне кажется, ну, как бы внутренне, да, то, что я сейчас говорю, это я не декларирую что-то, да. Это действительно то, что я чувствую. Вот зачастую, живя в Израиле, ты чувствуешь, что самые практические вещи, например, та же самая вакцинация. Правильно? Она происходит, почему вакцинируют прежде всего всех пожилых, и почему все истории о смертности в домах престарелых они занимают. Это и какие-то люди, которые не могут выйти из дома. Почему это на первых страницах? Потому что это действительно основывается на каком-то глубинном понимании о том, что Амациль, Нефи-Шехат, Мациль-Олам-Кулон. Тот, кто спасает одну душу, спасает всех. И то, что мир был создан в виде одного человека, это означает, что каждый человек, в жизни каждого человека, это весь мир. И хотя об этом не говорят, когда я про вакцину, я чувствую, что это действительно основывается на этом. Поэтому это не разорванные вещи. Это не означает, делайте больше компьютеров, шхена будет с вами. Нет, это не так. Окей. То есть это не технически. Окей. Ну что, пойдем дальше? Да. У нас остался последний кусочек, который отвечает на вопрос, почему приходит Амалек. Он называется Мимако Махер. Из другого места. Можно понять также предостережения, которые делают Мердыха и Стер. Если ты промолчишь, в это время свобода и спасение придет к евреям из другого места. Мимако Махер. На первый взгляд, это прекрасно, что придет свобода и спасение к Израилю. Но почему же он настаивает, чтобы именно Амалек сделала? Потому что Мердыха понимает, что если она это не сделает, то свобода и спасение придет из другого места. А Маком, да, это одно из имен Всевышнего. Так в раввинистической литературе называется. Потому что он место мира. И тогда получается, что Маком Ахер – это другая сторона. Другая сторона, то есть нечистая сторона. Получается, что Ситра Ахра, ее также еще называют. Получается, Мердыха говорит Истер, или ты идешь к царю, или спасение придет другим путем. И это может принести нам ужасную катастрофу. Истер соглашается быть той, через которую придет спасение. Но она говорит, я не могу действовать одна. Иди, собери всех евреев, которые находятся в Шушане, и пусть они постятся за меня, и не едят, и не пьют три дня. И тогда я пойду к царю. То есть, если будет единство в народе, тогда, возможно, будет предотвратить катастрофу. И это еще одно то, что нам раскрывает книга Истер, чему она нас учит. Что есть исторические ситуации, в которых Амалек может навредить. Но это не обязательно. То есть, он не обязательно навредит. Катастрофа возможна, но неизбежна. Ее можно предотвратить. Когда, возможно, катастрофа. Всякий раз, когда геула, то есть избавление, начинается, но еще не пришла к своему завершению. Например, сыны Израиля вышли из Египта, но еще не дошли до горы Синай. В этот промежуток времени может появиться Амалек. В дни Зарубавеля началось строительство храма, но не все вернулись на землю. И тогда, в дни Ахашвироша, Амалек может попытаться нанести удар. И также, в наши дни, когда была провозглашена декларация Бальфура, но государство Израиль еще не было основано, и тогда может прийти Амалек и посеять разрушение. Удар, который наносит Амалек, его можно предотвратить, если есть единство в еврейском народе. И поэтому Тора говорит, помни, что сделал тебе Амалек. Помни, потому что если ты забудешь, когда он появляется, тогда ты не будешь знать, как справиться с ним. Помни, как и когда он приходит. Помни, как он достал тебя на пути, как он случился на пути. На пути именно, в Бадерах. То есть пока ты еще в пути, пока ты не достиг своей цели, это то время, когда Амалек может нанести тебе удар. Можно сказать, что процесс возвращения в Сион – это историческая необходимость, которая не может отмениться, потому что Всевышний обещал, что это случится. Однако сопутствующие явления, которые этому сопутствуют возвращению в Сион, такие как возможность катастрофы, они не являются исторической необходимостью. И это можно предотвратить объединением народа с самопожертвованием, подобно, как это сделала Эстер. И в конце добавим слова Рава Бройера из его книги «Главы о праздниках». Рассказ Свитка устроен прекрасно. Всевышний заботится, чтобы Мердыхай оказался у ворот царя. Он устраивает так, чтобы Эстер была взята царицей, чтобы Мердыхай был нужным человеком в нужном месте, чтобы раскрылся злой умысел вот этого Геттена и Тереша. Да, и чтобы он раскрыл, и чтобы это было записано в книгу событий, которая была у царя. И так он узнал, что Мердыхай помог его раскрыть. И также Всевышний позаботился, чтобы царь забыл это, о том, что Мердыхай ему помог. И это знание было скрыто и раскрылось в нужное время. Все было как бы устроено, запланировано прекрасно, кроме одной ошибки, в кавычках. То, что царь не звал к себе Эстер 30 дней. На первый взгляд, как будто это не устроено, как будто Всевышний забыл, в кавычках, эту важную деталь. Разве он не мог устроить… Нет, нет, ну, как бы действительно, это очень заметно. Я не задумывалась раньше об этом, да? Что все-все подгадано, все управляется, все, что кажется случайным, оно не случайно, и все происходит вовремя, и вдруг неожиданно во все это вот очень сложном планировании и есть какой-то совершенно непонятный прокоп. Если мог так подстроить Всевышний, что царь об этом забыл, потом вспомнил, и все такое, то почему же он не звал Эстер себе так долго? Это очень странно на фоне всего остального. Да. Поэтому я об этом не думаю, а это очень заметно, да. То есть для чего потребовалось, чтобы она колебалась, пойти к царю или нет, чтобы она подвергала опасности свою жизнь? Но это, видимо, одна из основ избавления. Всевышний устраивает все, кроме чего-то одного. Кроме преданности, то есть вот этой инициативы, это жертвенность, самопожертвование избавляемого. То есть он должен проявить какие-то свои какие-то шаги. Это то, о чем как раз говорил Натан. То есть без этого Геула работать не будет. Нужно действовать. Всегда требуется решение, решение о самопожертвовании, чтобы все системы, которые направлены Творцом, сработали для избавления Израиля. И поэтому Истер говорит, иди собери всех евреев, пока кто-то другой не собрал их помимо нашей воли. То есть Бадеря Хакаша, как бы какой-то жесткой насильственной форме. И единство народа – это то, что спасает и избавляет. Вот такая история. Да, круто. Это то, о чем Рафьёна как раз вчера говорил. Мне как-то очень не хочется зайти. Я просто как бы в одну фразу скажу. Я нисколько не как бы посягаю на авторитеты Робейна или Рафьёна. Но мне лично, я подчеркиваю, мне лично, мне дико неприятны прямые и однозначные аналогии, типа это произошло из-за этого. Я считаю, что... Вот сейчас у нас как бы некоторый русский круг, и я это говорю. Я считаю, что вот русская поговорка, которая не на эту тему, но по смыслу близка, тем, что простота хуже воровство. Тихо очень, нужно погромче. Да, когда берут... Я хочу сказать, что мне лично, мне лично, мне глубоко неприятно заворачивание сложных вещей, которые непостижимы. Не только для меня, да, маленького, но и вообще не для кого. Такая вещь, как катастрофа, когда её заворачивают в формулировку это из-за этого, а это потому, и это всё очень просто, это во мне поднимает просто бурю совершенно протеста. Абсолютно. В данном случае совершенно не об этом речь. Совершенно не об этом. Ты не слышал лекцию Рава Йона? С лиха. А, Рава... Но мы тут не на лекции Рава Йона. Это сейчас... Я совершенно не про Рава Шерфа. К Рава Шерфе нет претензий. Но вот эта вот тенденция о том, что я вам сейчас, ребята, всё расскажу, всё очень просто. И вообще расклад... Но между нами, говоря, это стандартный приём у очень многих лекторов. И это очень хорошо работает. Если ты приходишь к людям и говоришь, что «Ребят, послушайте, всё сложно». Я лично мне, я могу тебе рассказать в Америке, когда я там читала какую-то лекцию, и мне потом одна женщина говорила «Нет, мне это совсем не понравилось». Вот Полонский приезжает, там говорит «Это раз, это два, это три, это всё понятно». А вы говорите, что всё сложно, мне не нравится. Вы говорите, что мы сами за всё должны отвечать, «Мне это не нравится». А он нам говорит «Всё будет хорошо, всё это как надо, всё очень сильно могучим ураганом». Понимаешь, это то, что людей привлекает, к сожалению. Иногда, на самом деле, я не знаю, как с этим бороться. Я тоже не знаю, как с этим бороться. Я не могу себе позволить говорить, что всё просто. А с другой стороны, людей отвращают, им хочется иногда простых решений. Ты понимаешь? Вот иудаизм придёт, там всё разложит по полочкам, «А почему вы, ребята, не раскладываете нам всё по полочкам? Всё было ясно, чтобы мне дать схему полной шурханару, как, в каком случае, когда и что делать? И вот я по этой схеме буду делать, вот чтобы всё было ясно». В жизни так не бывает. Конечно, там шурханару очень многое объясняют. Человек приходит и спрашивает, «Можно мне воровать? Или можно мне не платить налогов? Или можно мне спать чужую жену?» И он скажет, «Нельзя». Есть вещи понятные, но есть миллион вопросов гораздо более тонких и сложных, в которых человек должен сам принимать решение и на свою ответственность, и жертвовать своей жизнью иногда. Я тебе скажу, мне кажется, реальная проверка, мне кажется, реальная проверка, тест, какая как бы методика, она правильная. Мне кажется, реальный тест, проверка, это я для себя так говорю, это действительно степень влияния и лидерства. Если человек в той среде, на которую он хочет как бы воздействовать, он действительно воздействует и это проходит, ну, тогда может быть, он работает правильно. Понимаешь? Например, в Израиле, в Израиле такой подход, это я говорю, исходя из того, что я здесь живу, да, из людей, с которыми я общаюсь, он не пройдет 100%, он людей будет только отвращать. Да ну ладно, Рава Многу, какие стадионы там собирал, ну что ты там? И таких полным-полно в Израиле. В Израиле тоже есть миллион людей, которые хотят, чтобы он сказали, все вот это белое, это черное, все на свете просто. Это ничего такого, ничего нового нет. Раф Шерки, например, тоже это многие знают, но не все, даже в нашей среде. Раф Шерки, то, что мы читали, да, такие существенно по-простому сказать, да, ну совсем просто, но вот сформулировать наиболее примитивно. Он, в принципе, сказал очень близко к тому, что вчера было повторено на лекции. Он сказал, как бы, да, если снять все рассуждения, сказал простую вещь, да, о том, что, одну из вещей, которая в конце была, о том, что наказание евреев, это на самом деле наказывает Всевышний, да, рукою, рукою не евреев. И дальше история Раф Шеркинея, пятая и десятая. Но когда это проводится через умозаключение, когда у тебя есть какие-то варианты, это не так. Но когда те говорят, что евреи были наказаны за то, что они не поднимали землю Израиля, и то, что государство израиля с одной стороны, а катастрофа с другой стороны, это вызывает дикую бурю. И поэтому в Израиле, в самом Израиле, несмотря на то, что, да, день катастрофы называется, для тех, кто знает, день катастрофы, день катастрофы и мужества. То есть, понятно, что как бы сияет одну с другим, но никогда никто не будет на одном дыхании говорить почему, потому что люди понимают, что это невозможность. Человек это сказать искренне, реально не может, если он реально понимает, что такое катастрофа, если он был яд в Ашеме, если он понимает, о чем идет речь. Вот что. Не, ну ты, Натан, конечно, вообще, даже одна и та же идея изложенная разными людьми, она слышится по-разному. Да. И как ты это излагаешь, как ты говоришь, насколько ты понимаешь, да, тактично что-то излагаешь и объясняешь, это очень сильно влияет. Если ты берешь большую лекцию, сводишь к тому, что там это хорошо, это плохо, это случилось из-за этого, то она теряет всю глубину, иначе, мне кажется. Она теряет свою аргументацию. Смотри, мы называем наши занятия 70 ликов. Сейчас не хочу совершенно идти в ту сторону, просто, чтобы немножко, мы все-таки к Пурьму приближаемся. Я даже в чате опубликовал, но так, не в общем чате, а там, где современная еврейская философия, я наткнулся, такой замечательный Никода Зингер, которого, ну, я физически давно не видел, но мы друзья, там, 30 лет я его знаю, художник вообще, у него жена, она там, поэтесса, и все такое, замечательные ребята. Вот, он раскапывается, что на другую историю, он проводит историю вообще, медиевиста, израильтянина, который раскапывает корни Пурьма вообще в средневековой традиции евреев, и как бы основывается на том, там такая идея, что вот в современном жизни очень сильно разнесено между религиозностью и как бы жизнью, да, и поэтому понятно, что, ну, вот есть как бы религиозные праздники, а есть это, хотя мы тоже знаем, что есть переодевание, маскарады, но когда он описывает жизнь средневековых евреев, он говорит, он говорит о том, что там вот эти вот обычаи народов, да, вот это невозможно освободиться от, на самом деле, если ты хоть немного сможешь, от карнавальности, от маски, и вообще, грубо говоря, то, что происходило, и не евреев, он проводит там парафразы, которые, вообще, уши Амана там, да, на что они вообще похожи, я не хочу это повторять, но это вообще, у тебя уши, не уши дыбом, ну, это очень интересная тема, ее можно проследить, ее можно проследить сначала еврейского народа, мы все время, самое поразительное, что Тара, я вот не смогла выступать на серии семейских ликов, но Тара, она не дана была в пустом пространстве, в этом мире уже были какие-то ростки, какие-то зачатки, какие-то осколки, Тары, понимание, люди пытались написать там кодексы, да, Хамураки, вот Тара пришла, и все, все она переняла, как бы у Хамураки, кодексы Хамураки, ну, кто слышал об этом, на самом деле, как она переняла, как это правильно в анекдоте сказано, Рабинович, вы правда выиграли в Волгу-ботерею, не в лотерею, а проферранц, не в Волгу, а 100 рублей, не выиграл, проиграл, точно так же там, вот с Рабом, например, да, этому нужно отрезать ухо, если его найдут, а у нас наоборот, если человек захочет остаться Рабом, ему нужно проколоть ухо, но параллели есть, конечно, у фараона там наверху вот этот знак круглый, да, змеи, а мы здесь накладываем тфилин квадратный, и что там находится внутри, и так далее, мы берем эти искры и складываем из них правильную мозаику, другую, и это то, что делает Тарая, и это то, что продолжается уже и после тарования Тары, вот мы берем какие-то искры из народов мира, какие-то их обычаи, и приспосабливаемся к тому, к той роли, которую они могут сыграть нам в служении в Таре. Да, но мне кажется, что может быть, может быть, действительно, вот это возвращение евреев в Израиль, оно где-то в каком-то смысле опускает на правильную почву и как бы национальную обрядность, празднование, вот то, что, да, вот эти вот карнавал ар-де-ло-яда, да, это народное выражение, единственное, что этот не код, это я сейчас в стиле пурим шпильтойра, да, рассказывал, он закачивает потрясающе, то есть, соответственно, как бы кайф, что в Израиле, ну, вот как бы общая национальная традиция и все, а с другой стороны, он там говорит, как мальчик спрашивает у своей матери, он говорит, мам, а это правда, что Ёмки-пур маски они одевают? Она говорит, нет, ты ошибся, в Ёмки-пур и туда закидываются разные обычаи и постепенно происходит отбор, селекция, остается что-то, что-то, что-то уходит, что-то меняет свой характер. Постепенно, это невозможно сделать насильно, это невозможно сделать директивно, пока не смею на, какой она смысл. Постепенно, там лет через 50 мы посмотрим, что останется от Нового года, от Мимона и от всех других. Да, да, Андрей, ты хотел что-то сказать? И фактически все народы, которые приходят, видят еврейскую традицию, они находят там что-то свое, потому что действительно это взято было из народу много из этого. Да, 100%. Да, они видят, что-то близкое, но более, так сказать, в правильной картине, в правильной иерархии, и в правильном свете, да? Да, ну кто помнит? Они могут что-то дополнить, я думаю, еще. И персов там, про их календари там и так далее, да, евреи все сохранили, сохранили, опять же, потом рассказали всем, взяли самые ценные из этого. Вообще, слово, насколько я понимаю, слово эстер, слово эстер, это вообще как бы не еврейское имя, правильно, абсолютно. сегодня имя эстер, но это эстер, эстер, по-русски, по-моему, эстер назывался, самошнина есть еврейское имя, то есть, вот это вот, есть такое знаменитая еда, я ее не очень люблю, но вот дети, очень любят дети, подростки, вообще молодежь, кубзицы, когда делают костры, такие пионерские, да, в кавычках, да, пойка называется, что такое пойка, берут все, все просто имеющиеся, да, бросают в такой котел, и он там долгий момент, он как бы варится, ну и по-русски, когда называется, вот это пойка, пойка, это вот некоторый котел вообще, израильский, в котором, говоря, все сплавляется, понимаешь, иногда называют кибуз-голует, либо плавильный котел, понимаешь, как угодно, это действительно реально так, это реально так, да? Ну, в том, где делаешься, люди иногда торопятся, да, хочется все сделать сейчас, в начале эти дель, плавильного калка, котла, они работали, когда это люди решают, что они будут сделать сами, директивным характером, они приводили к негативным всяким явлениям, когда составляли насильно, врезали в рейс. Но это был, кстати, не еврейский подход был, это тоже, если вам рассказать, это был не еврейский подход, это был подход социалистический, они это принесли оттуда, строительство нового человека, манифест, они хотели нового человека, и потом даже... Они вот сейчас, они его сделали. дело даже, это потрясающе, что говорится, дело даже не в том, что это было идеологически неправильно. Это не работает. И поэтому на сегодняшний день партия, партия, которая основала государство Израиль, так можно сказать, партия Авода, она вообще с трудом проходит в Кнессе. Вот это потрясающе. Мы живем в эпоху, когда Израиль кардинально меняется. Вся проблематика левых и правых, она практически уходит по одной простой причине. Левая идеология, она проиграла. Вот и все. Да, но идея осталась. Лавинный котел... Идея осталась. Да, но это идея... Они его не придумали. Но он работает постепенно. 100%. Я приглашаю всех, пожалуйста, приезжайте к нам. Люди здесь, те, кто приезжали в семинарии. Вот вокруг нас живут, мы их называем эфиопы, они нас русским называют. Кстати, потрясающие ребята, мы с ними разговариваем. Они ходят в этих белых одеяниях. Но я, правда, в косоворотки не хожу, у нас такого нет. Но у них, ты выходишь утром, слушай, стоит потрясающая зрелищь, стоит женщина, завернутая в белое. Она каждую субботу, каждую субботу выходит, выходит в начале субботы, в эрф, шаббат, и в мутсаш, да, в преддверии, когда там Минка, между Минкома, она выходит, молится на Иерусалим. Слушай, ну это фантастическое зрелище на самом деле. И люди как бы... Между нами молодые уже не ходят в этих одеяниях. Это пожилые. Сохранили традиционное. Да, окей. Ну хорошо. Ладно. Очень было с вами всем приятно. Мы на этой ноте можем закончить. Кто-то хочет что-то еще сказать, либо мы закрываем заседание. Я хотела спросить, Андрей, у нас же еще осталась одна статья Рава Шерки из его курса для БНИНОГ. И мы закончили. Там осталась, да, последняя статья про 70 народов. Давай на следующей, на следующей неделе тогда. Да, я хотел сказать еще. У нас замечательные, вот мне кажется, ну если народ как бы хочет, стоит продолжать. Это очень здорово. Вот то, что мы делаем, поскольку я сейчас как бы технически занимался, занимаюсь созданием там электронных версий книг Рава Шерки, но я так по диагонали просто их читаю, когда их делаю. Вот есть тоже отличная книга, тоже, да, отличная книга, стоящая из очень маленьких кусочков. Из очень маленьких кусочков, который называется Хидуш Гадоль, по-моему, так она называется. Хидуш Гадоль. Это просто, это по лекциям Рава Шерки, которые он читал в Махон Мире. Там очень коротко, практически, мне это больше всего напоминает где-то, вот то, что выпускали разговоры с Равином Штензальца, да, или вот там книжка была «Простые слова». Это буквально-буквально на всю-всю-всю совершенно тематику религиозное, нерелигиозное положение государства Израиля. Все-все-все очень коротко. Имеет смысл, может быть, в какой-то момент тоже этим заняться. Это очень как бы... Да, но в преддверии праздника Песох, если хотите, можно продолжить идею. Да-да-да, по праздникам, по-моему, мне хочется закончить. Да, окей. До свидания, Аргамур. Ну-ка, решим по дороге? Ну, мне что-то что-нибудь скажет, как вам вообще как бы пропурили и вообще в этот курс по праздникам? Я за. Мне интересно. Окей, Бесадаргамур. Знаешь, попробую пропасться в следующий раз. Ну, да, мне кажется, здорово. Да, как эта книжка? тогда. Оставайтесь с нами. Вообще, те, кто, еще раз, те, кто хочет, да, я могу подпольно, грубо говоря, есть уже, я надел довольно много электронных версий книжек Рава Шерке. Если кто-то заинтересован, может читать на иврите, да, на иврите, да, кстати, действительно, называется Хидуш Гадоль. Пожалуйста, напишите мне, я вам не для распространения пришлю электронную книгу, ее очень удобно читать в телефоне, как удобно. Окей? Хорошо? Все, тогда на этом заканчиваем. Да, спасибо всем. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok